Девушки отдыхают Меры предосторожности никогда не бывают излишними Надо действовать крайне осторожно, пока мы не узнаем, кто же за нами шпионит Это наверняка не сотрудник фирмы Я убежден, что шпион в штаб-квартире А ты не знаешь, кто? Пока что нет Надо было бы позвонить тебе из Токио раньше Мы бы тогда больше успели Мы потеряли много времени Каков следующий шаг? Кто-то очень много платит за информацию о Кэппл Энтерпрайзис Если я узнаю, кто это, тогда мы узнаем, кто пытается подсидеть меня Есть подозрения? Нет, пока что нет Но этот человек отнюдь не малоимущий Располагающий средствами власти И потому абсолютно уверенный в своей победе Мне жаль, все это так неприятно, Мэйсон Неприятно то, что независимо от исхода Это обойдется компанией в миллионы долларов И если нам не повезет, мы можем лишиться контроля над компанией Однако я должен благодарить судьбу за то, что мы обнаружили утечку И за то, что я уже знаю о том, что кто-то ведет против меня грязную игру Думаешь, сможешь их остановить? Я уверен, что сумею прекратить это без последствий Многомиллионное состояние этот человек отдал в руки своим детям Должно быть, если Кэппелл очень верится в наследственность И напрасно Его старшая дочь когда-то вела ресторан, а младшая работала на мать У них нет опыта руководства огромной корпорации К тому же обе в отъезде Кто вместо них? Я удивлен, что Кэппелл не вручил бразды правления младшему сыну Теду? Да Наши источники не знают, чем он сейчас занимается Итак, во главе Кэппелл Энтерпрайзе сейчас Мэйсон Я бы и сам лучше не придумал Компания старика в руках алкоголика Если Лиза чуть-чуть поможет Это только сыграет мне на руку Это дело не совсем такое, как прежние Все они были разными Нет, здесь замешано что-то личное Запомни личному не место в бизнесе Ренфилд Но зачастую наше дело все равно, что связь с женщиной Эта женщина предпочитает графиком шелковую постель Я полагаю, что компания сеть Кэппелла оказалась бесповоротно в руках двух красавиц Оказалось Но умеют ли они печатать? Есть еще кое-что? Спросил своего мужа О, вы тут с Джиной болтаете? К сожалению, она очень уж неприятная особа Есть новости? Ничего конкретного Простите Привет, Сандра Привет, Джулия Мне нужно поговорить с Мэйсоном В юридических консультациях наша фирма не заинтересована Я думала, что хоть ты захочешь выслушать меня, в отличие от твоих родных Ты удивлена? Пусть говорит Мэйсон У меня было видение насчет Кэппелл Энтерпрайс Что за видение? Своей компанией в будущем грозят крупные неприятности Это я и без тебя знаю Ты бы не могла сказать о чем-нибудь более конкретном? Пока нет Ну так, все это очень занимательно, но, Сандра... Я могу помочь тебе, Мэйсон Очень влиятельное лицо заинтересовано в Кэппелл Энтерпрайс Ну что ж, это для меня не откровение Такие компании, как Кэппелл Энтерпрайс Представляют интерес для многих важных персон Извини, мы пришли пообедать Ты не понимаешь Мои видения обретут четкость И я смогу помочь тебе Я раскрою намерения врагов И ты сможешь подготовиться Я окажу тебе помощь Сандра Мне кажется, это неподходящий момент И подходящего не будет Нам это неинтересно Но опасность для компании... Мистер Кэппелл сказал, что ему это неинтересно Что за наглость мешать ему обедать Ведите себя прилично В школе она была совершенно другой Но, обретя такой дар, люди сильно меняются Можно мне с тобой поговорить? О чем? Может, то, что неинтересно Мэйсону Интересно мне? Почему? Мне интересно все, что касается семейства Кэппеллов Я хочу знать Что за важные птицы заинтересованы в Кэппелл-Интерпрайзе? Знаешь, в таком деле, Ренфилд, главное Это терпение Совсем как для соблазнителя Прошу вас, вернемся из спальни в кабинет правления Таким делам присущи все признаки любовного романа Верю вам на слово О, ты способна на большее Спасибо, но я ищу слияние иного рода Ну что ж Присмотрись к этому, Ренфилд И поучись Непременно А сейчас мне пора обедать Может, вам не показываться на публике? Если хотите сохранить тайне свое присутствие Лучше закажите обед в номер В таком отеле излишняя скрытность привлекает внимание И потом, кто в этом городе сможет узнать меня? Приятного аппетита Спасибо, Ренфилд Я голоден Роберт Вот я смогу тебя отблагодарить Тебе нельзя верить У тебя в этом городе репутация гораздо хуже моей Да Мы прекрасная пара Я понимаю, ты не любишь Сандру Но что, если она скажет что-то дельное? Как считаешь? Нам совершенно не нужно вмешательства посторонних в это дело Особенно таких неуравновешенных, как твоя подружка Думаешь, справится один? Да И если я все сделаю правильно, то смогу совершенно изменить ситуацию Независимо от того, кто за ней стоит Ты борешься за контроль над этой компанией? Тебе не следует быть жадным Это не жадность, а уверенность в себе Я уже давно не был так спокоен Поскорее бы схлестнуться с нашим врагом и помириться с ним силами Что-то не так, Лиза? Нет, нет, просто я вспомнила, что у меня очень много работы в офисе Я не смогла все сделать из-за новых замков Ладно, пойду работать А с вами мы встретимся позже Ты слишком много работаешь, отдохни немного Я не буду перетруждаться В чем дело? Ты видишь будущее? Нет У меня было странное ощущение Лучше обсудим вычечки информации из компании Мы обсудим это потом Ну давай поговорим о чем-нибудь Расскажи мне вкратце Рассказывать не о чем, мы справимся с ситуацией Уверена? У тебя расстроенный вид? Мне казалось, что я что-то сделала не так Все бывает Все случилось так неожиданно И казалось таким ужасным Бывает еще хуже Ну и утешение Ну а Мэйсон обо всем позаботился так, что тебе можно не волноваться за Кэпл-Антерпрайз Зато можно волноваться за Рика Иден Если через пять минут он не вернется, я пойду за ним Я сказала, нам с тобой никогда не поладить Послушай Я же отлично понимаю, что ты решила поведать Кэпл-Антерпрайз О неладах в их компании отнюдь не из добрых побуждений Тебе неизвестны мои намерения От Кэпл-Антерпрайз Были одни неприятности Я знаю, что они отвергли предложенную тобой помощь И знаю, что с твоей помощью смогу заработать Так что давай сотрудничать Что значит сотрудничать? Это ведь я носительница Дара Знаешь ли ты, сколько здоровья я теряю на этих видениях? Мне очень жаль, что это так утомительно Буду рада пойти тебе навстречу Назови цену Почему тебя все это так интересует? Потому что я прекрасно знаю Кэпл-Антерпрайз А значит, лучше других знаю, как их зацепить Как сыграть на их слабости Как надо с ними поступить Подумай об удовлетворении, которое ты испытаешь, отыгравшись на Кэпл-Антерпрайз Ты зря стараешься, Джина Не понимаю Я тебе не верю Я не так глупа, чтобы сотрудничать с тобой, в чем бы то ни было Что? Что это? Я... Извини Что? А в чем дело? Там же были Мэйсон с Джулией Мэйсон Кэпл не узнал бы меня даже с очень близкого расстояния Может и так, но там была ясновидящая, которая пыталась рассказать о тебе Мэйсону Неужели ты хочешь сказать, что веришь в ясновидящие? Нет Нет, просто эта женщина была близка к истине Послушай, Лиза, я не боюсь ни Сиси Кэпл, ни его детей, впрочем, как и ясновидящие А, женщина, которая была с Мэйсоном Джулией, его жена? Да По-моему, тебе было рядом с ней не по себе? Нет, ну что ты Надеюсь, твои личные пристрастия не повлияют на твою работу, нет? Отметь, просто Джулия отнеслась ко мне с большим пониманием И мне не хочется соблазнять ее мужа ради информации, это непорядочно Знаешь, я буду крайне разочарован, если ты собираешься пойти на попятную Нет, не собираюсь Отлично, я рад это слышать, так как на тебя у меня большие виды Слушай, я понимаю, почему ты хочешь захватить Кэпл Энтерпрайз Но я не понимаю, зачем мне ради этого непременно нужно спать с Мэйсоном А разве я говорил, что ты должна с ним переспать? Нет, но... Лиза, из-за тебя я чувствую себя сводником Мне нужно, чтобы ты сделала свою работу То есть как можно больше узнала, а Мэйсон и капли И что еще я должна о нем узнать? О его склонностях к алкоголю мы уже знаем Если он снова начнет пить, то не сможет прекратить А мы с тобой знаем, как это важно Потому я и не пью Вероятно, такая же причина и у тебя? Да, просто... Подумай вот о чем Что заставит Мэйсона Кэпл снова начать пить? Что здесь на первом месте? Узнай И спровоцируй Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!